Сейчас ей 74 года и ее называют царицей в Италии, а ее сына там посвятили в рыцаре. Однако недавно наша героиня стала вдовой. Она не была близка с мужем и он предпочитал жить, находясь в инвалидном кресле на даче с сиделкой, нежели с законной супругой и сыном в загородном особняке. В невестках у нее была певица Зара, а единственный ребенок стал долларовым миллиардером к 36 годам. Зато сейчас наша героиня счастливая мать и бабушка, ведь у нее подрастает любимая наследница, которой она передаст Михаи Бриллианты. Как сложилась непростая судьба Валентины Матвиенко и ее самых близких родственников. Она много работала и к 40 годам отправилась на Мальту послом, оставив семью дома. Бесконечные разъезды не только не развели супругов по разным углам, а сплотили так, что вместе они были более 45 лет. Несколько лет назад случилось несчастье. Инсульт разбил Владимира Матвиенко и он свои последние годы доживал в инвалидной коляске. Однако Валентина Ивановна сильная женщина, она не сдалась, а с головой ушла в работу, чтобы хоть как-то пережить боль от потери любимого. Сейчас ее имя знает вся страна и ее речи разбирают на цитаты, ведь сказать слово «сосули» вместо «сосулек» знаете может не каждый. Но Матвиенко относится ко всему с юмором, ведь нельзя же зацикливаться на неудачах. А сейчас, пока наша героиня принимает судьбоносное решение в мире политики, ее близкие родственники наслаждаются раем иного рода. Они предпочитают держаться подальше от хаоса. Буквально несколько дней назад невестка Матвиенко Юлия поделилась потрясающей фотографией с пляжа, подписав ее «маленький кусочек рая». Оказывается, Юлия с семьей провела первые дни ноября, наслаждаясь красотой Сейшельских островов. В частности, острова Ладик, настоящие жемчужины Сейшельского архипелага. Юлия некогда модель и светская львица сейчас является владелицей небольшого бутика-ателье модной одежды. У нее появился вкус к роскошным путешествиям, и она побывала и на Мальдивах, и в Италии, и Камбодже, и даже Турции. Но, похоже, Сейшелы занимают особое место в ее сердце. Рассматривая потрясающие фотографии, которыми невестка Валентина Матвиенко делится в своем нелезиограмме, мы не перестаем удивляться разительному контрасту между миром, в котором живет она, и решениями, которые принимает ее свекровь. Это ведь как рассказ о двух реальностях. Одна наполнена хаосом политики, а другая – спокойным уединением в раю. Всем бы сейчас на море. Кстати, Сергей Матвиенко, сын Валентины Ивановны, приложил все усилия, чтобы его семья, в том числе мама, ни в чем не нуждались. Уже к 36 годам он обладал миллиардным состоянием в долларах, держа эти средства в недвижимости. А сейчас он и вовсе в люди выбился. Это на родине его считают бывшим наркоманом, а в Италии Сергей – уважаемый человек, ведь его даже посвятили в рыцаре. Но обо всем по порядку. О том, что Сергей Матвиенко в молодости позволял себе многое, нет достоверных сведений. Но то, что его брак с певицей Зарой распался через полтора года после роскошной свадьбы в Казанском соборе, кареты, запряженные лошадьми и росписи в особняке на английской набережной – об этом знают все. Это была самая роскошная свадьба начала нулевых годов. О ней, говорят до сих пор, а в чем же дело? Сергей хотел детей и жену-домохозяйку, ждущую его дома с пирогами и горячим ужином. А его безумно красивая супруга оказалась ветреной певичкой, которая ей газой скакала по сцене, по корпоративам и гастролям. Разве такая жена должна быть у Долларова в миллиардера, как вы считаете? Они развелись, а Зара долгое время не могла взять себя в руки. У нее была депрессия, затянувшаяся на несколько месяцев. Девушка очень сильно похудела и уже не думала, что сможет снова стать счастливой. Но случилось чудо. На нее обратил внимание женатый госслужащий. Она сказала да, и он развелся. Вторая свадьба певицы Зары была еще более богатой, нежели первая. Жених подарил ей мазератти и вороного коня, а гуляли молодые в элитном ресторане на Рублевке. Или Зара просто хотела пустить пыль в глаза бывшему мужу, как вы считаете? Но бог не яшка и видит, кому тяжко. Да, друзья, к Заре прилетел бумеранг. Ее благоверный бросил жену с двумя детьми ради нее, а потом бросил и Зару с двумя сыновьями. Сейчас она одна, несмотря на множество слухов о ее любовных похождениях, но никто не видел ее ни с кем, и она сама не подтверждает никаких связей. Сейчас ей уже 40, она посвятила свою жизнь карьере и детям, стала заслуженной артисткой России и не за горами почетное звание народной. Ведь ее невероятный талант невозможно недооценить. А благотворительные акции, в которых певица постоянно участвует, будь то посещение лагеря беженцев или концерт в Сирии, после которого ей дали медаль участника военной операции, говорят о многогранности ее личности. Она умна, красива, талантлива. А что же Сергей Матвиенко? Ему уже 50 лет, и он нашел свое счастье во втором браке с красавицей Юлией. Супруги воспитывают дочь Арину, которой буквально через пару месяцев исполнится 15. Жена с дочерью любят путешествовать, да и он с мамой тоже. Например, им настолько приглянулась Италия, что Сергей прикупил там недвижимость. Небольшую виллу в Пизаро стоимостью в 10 миллионов долларов. Ну и помог местным властям отреставрировать церковь, за что его и посвятили в рыцаре военного католического константиновского ордена святого Георгия. А его маму там, на родине Умберто Экко, Данте Алигьери, Джованни Бокаччи и великого Рафаэля, называют никак иначе, как царица. И это не мудрено, ведь Валентина Ивановна знает толк в красивой одежде. И, кстати, ее невестка держит бутик, в который заглядывает и питерский, и московский бомонд, и даже сама Валентина Ивановна. Конечно, Валентина Матвиенко – икона стиля. Она выглядит потрясающе. И все ее образы продуманы до мелочей, до мельчайших деталей. Серьки, шарфик, деловой костюм и даже туфли подобраны идеально. Она – женщина, которой гордится страна. Она, наряду с президентом, лицо России. Умная, красивая, независимая и трудолюбивая. Таких женщин не то, что политиков, еще поискать. В это трудно поверить, но Валентине Матвиенко 74 года. И что-то подсказывает мне, что у руля она будет, как Валентина Черешкова, которой уже 86 лет. Но на заслуженный отдых она не собирается.